Мы на месте. Мы приветствуем Оксану и интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Ты знаешь, я как кто-то управляет, у нее конструкция внутри, которая делает ее похожей на зомби, когда руки до локтят в горизонтальном положении, прямые ноги, кисти висят вниз. Где-то за этим всем я вижу вот ее энергии. Полностью запечатанная, понятно, хорошо. Ты видишь эту конструкцию, да? Да. И с силой моего намерения я даю команду на счет три. Эта конструкция отключается. Один, два, три. Отключается до ста процентов, безболезненно выходит из всех ее тонких тел и зависает перед ней в воздухе. Да, будет так, а так есть. Она не зависла в воздухе, она пошла в клетку, встала. Даже вот так хорошо. У нее как будто глаза есть. Снимается все маски и голограммы, проявляется. Что внутри стоит? Гуманоид стоит внутри. Отлично, гуманоид. Ну что? Что с тобой мне сделать сегодня, скажи? Вернее, ей с тобой. Если она даст команду тебя скинуть в галактическое ядро, ты туда уйдешь. Без разговоров. Что ты установил в ее биополе? Эту конструкцию установил. И почему ты ее установил в ее биополе? Она тебе дала согласие с вами? Двенадцать лет назад. Что там было? Он какой-то спор показывает. Она с кем-то? Я спорила, не показывает. Он показывает, что она отстояла свою точку зрения. Он решил, что она ему подходит. Пришел к ней ночью во сне. В общем, какое-то принятие решения было. И он утвердил ее в этом решении. Каким обманом ты зашел в ее биополе, гуманоид? Ну, вот он когда ночью пришел, то есть отстаивая свою точку зрения, она, получается, приняла какое-то решение. И какое-то решение. Но сама сомневалась в этом. Да. И он дал ей убеждение. И ночью, когда он пришел, он ее увидел, да. Успокоил, так сказать. Хороший ты успокоитель, гуманоид. Откуда ты? Нибир. Опять Нибир. Что ты собирал в эту конструкцию? До какого-то момента собирал энергию, информацию. Но потом стал полностью пользоваться биоматериалом и душой. Понятно. Значит, ты и душу частички украл, накопил биоматериалом. Она сама сдалась. Я тебя прошу. Если бы она знала, что ты находишься в ее биополе, она бы тебя сожгла. Она понятия не имела, что ты находишься в ее биополе. Этим ты и воспользовался. Так что не пытайся сейчас себя как-то оправдать в этой ситуации. Твоя вина здесь доказана. Сегодня будем разбираться с тобой. Хорошо. Оксана, вы меня слышите? Слышу, да. Вы даете свое разрешение на диагностику и чистку? Я даю. Скажи мне, гуманоид, Нибиру – это созвездие, это звезда, это что? Это место. Нибиру. Что такое место? Скопление звезд, галактика, что это такое? И где находится ваше небе? Скопление определенных сил. Хорошо. Его видно на… Которые имеют определенную власть, в том числе на Земле. Ты хочешь сказать, что ваши представители активно имеют власть какую-то на Земле? Очень активно. Это меня, конечно, удивляет. Скажи, а где находится Нибиру, если смотреть на небосвод? Это за Солнцем? Вы за Солнцем находитесь, как у нас многие утверждают? Или где-то в другом месте? Какое-то созвездие есть? Созвездие, не за Солнцем. Как это созвездие называется? Я не могу сказать. Почему? У вас есть информация. Довольствуйтесь ей. А почему ты мне указываешь в моей комнате диагностики, чем мне довольствоваться, а с чем нет? Ты зашел в биополе человека. Она хозяйка своего биополя. Она вправе тебя уничтожить. Почему ты считаешь твой надменный тон? Я не хотел тебя обидеть. Ты обидел не только меня. Я лишь хочу сказать, что я не могу говорить. Много информации. Хорошо. Ставлю монитор перед его клеткой. Один, два, три. На этом мониторе появляется Солнце. Один, два, три. Ты видишь, где Солнце находится. И на счет три проявляется Нибиру. Один, два, три. И Земля проявляется. И посмотри, Вера, где находится Земля, где Солнце, где Нибиру. Он говорит, что чтобы это сделать, я вам совершенно не нужен. Ты что, надеешься уйти сегодня на свою чистоту? Действительно? После того вреда, который ты за 12 лет причинил? Ты меня не понял. Вы это можете сделать и без меня. Эта информация не идет от меня. Хорошо. Эта информация не идет от тебя. Все, переходим. Скэнер. Я даю команду скэнеру на счет три. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Оксаны под ногами. Тюрьму и становится ее заложником. Один, два, три. В небес инфектует красный дракон. И гуманует с конструкцией. Красный дракон. Одна голова. Одна. Считай цифры над головой Дракона. Тридцать два, шестнадцать. Тридцать два, шестнадцать. Считай цифры над головой Беса. Восемь. Хорошо, Бес. Ответь мне на один вопрос. У нее проблема с левой ногой и вообще с ногами. Это твоя работа, что ты там устроил? Моя тоже. А еще кто? Она сама. Объясни. Она сует ноги в воронку. Там, где мертвое тело. Ты имеешь в виду кладбище? Он кивает. Ты там к ней подцепился? Она сама притянула мне. Она тебя притянула. Хорошо, Бес, скажи мне. У меня к тебе один вопрос. Есть ли лярвы в биополе Оксаны? Да. Ты хочешь меня попросить их забрать после работы? Я заберу. Хорошо, я тебе дам отдельную команду. Ты будешь мне отвечать на все вопросы. И когда ты все снимешь, я дам тебе эту команду. Все, переходим к реверсу энергии. В отношении к Оксане. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Она говорит, я не знаю, как же ее отдавать. Очень слабо у нее идет энергия. Вы представляете, Оксана, вы представляете, что вы отторгаете от себя эту энергию. Просто выдавливаете из себя все темное, все, что не принадлежит вам. И вот так вот оно возвращается. Я подхожу к Оксане, даю ей 200% энергии. И помогая ей, значит, 3, выдавить всю эту темную энергию и отправить ее назад по каналам. 1, 2, 3, пошел процесс. Выдавливаем все по каналам, возвращаем с сущностям, все, что вам не принадлежит. Идет, Вера? Она не знает, что ей принадлежит, а что нет. Они давно сидят у нее. Энергия идет. Хорошо, усилим потоки в 100 раз. До последнего микрона. Выстраиваем отдельный канал к этой конструкции. 1, 2, 3 гуманоида. И возвращаем этой конструкции всю темную патогенную негативную энергию отдельным каналом. Да, будет так, а так и есть. Пошел. Пошла энергия назад. А ей надо расслабиться, она ее сдерживает. Хорошо. Оксана, вы должны расслабиться. Вы видите меня? Она говорит, лучше бы не видела. Почему? Боитесь? Да. Почему? Я же наоборот, я же на вашей стороне. Я же пришел вам помочь. Вы не должны желать видеть тех, кто находится в клетке. Вас испугали мои черные крылья? Не к добру они. А почему вы думаете? Я знаю, для чего они. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. К сожалению, всю свою жизнь Оксана вы ошибались. Поэтому вы сейчас находитесь у нас, а не наоборот. Мы помогаем вам, а не вы нам. Понимаете эту разницу? Вы своей ногой открывали портал и вошли в портал на кладбище. К вам бес зашел. Он не будет вас убивать. Он заинтересован, как можно больше забрать у вас энергии. Точно так же, как и все остальные интерференты, находящиеся в вашем биополе. Вы всем из них открыли дверь добровольно. И мы вам сегодня это покажем. И того, кто вам помогает, вы говорите тому, лучше бы я тебя не видел. Это ваше право. Хорошо. Ждем окончания реверса. Ты не забираешь людей. Я не забираю людей, таких как вы. Я забираю людей, которые воюют на поле боя. Понимаете разницу? Я ангел-воин. Поэтому у меня черные крылья. У всех ангелов-воинов черные крылья. Но я ангел. Ты ангел смерти. Забираешь всех, кто уходит. Я всех не забираю. Я, наоборот, вам сейчас продлеваю вашу жизнь. Что же вы, Оксана, не можете понять? Я забираю те души, которые убивают себя на поле боя, если вас так интересует. И то это делает мое тонкое тело. В другом измерении я вообще никакого отношения к земле практически не имею. Кроме того, что мое физическое тело живет на этой земле. Хорошо. Благодарю вас за эту оценку нашей деятельности. Ждем реверс. Она говорит, посмотрим, что получится. Мы-то знаем, что получится. Вы у нас, наверное, уже 850-й клиент. Поэтому только благодаря вашей дочери вы здесь находитесь. Почему вы просили, чтобы вас супруг с собой забрал на тот свет? Не умею без него жить. Сейчас уже привыкла. Хотите с ним пообщаться? Нет, я не хочу беспокоить его душу. Я могу пригласить его. Вы можете с ней поговорить через монитор. Есть у вас такое желание? Не готово. Отлично. Хорошо. Ждем окончания реверса. Может быть, она будет готова, когда почувствует разницу. Пока у нее недоверие и сомнения. Я не знаю просто, Оксана, вы доверяете? Есть такой человек на земле, кому вы доверяете? Как вы видите мир вокруг себя? Это мир, который от вас что-то хочет? Враги или это друзья? Какое у вас мировоззрение? Как вы его опишите? Он говорит, что все основное уже вышло. Но небольшие подключики, которые соединялись, нужно снять. Хорошо. Снимай. Снимается рук с ног, позвоночник, пояснец. Локти, шея. По всему телу. Виски. Ну, если он управлял ей, он должен быть подключен ко всем чакрам. Голова полностью. Да. Как в призовках. Готово. Хорошо. Так, я прошу сейчас инзиктует. Инзиктует, как долго ты находился в ее биополе? 5 лет. Инкубатор есть у тебя? Да, есть. Хорошо. Выходи, вытаскивай все, отсасывай всю свою жидкость и забирай свой инкубатор, чтобы никаких следов при проверке не было. Проверка будет проводиться двумя миллионами герц. Если вдруг кто-то что-то забудет, он просто сгорит в своей клетке. Я никому это не желаю, поэтому прошу серьезно к этому отнестись. Приступай. Бес, скажи мне, что тебе больше всего нравилось в Оксане? Как ты любил играться, расскажи мне. Связывал ноги. И как она это ощущала? Падала или ходить не могла? Спотыкалась? Нет, она не сковывала их. Судорога сводила. А, судороги от этого шли. Понятно. Хорошо. Сколько так? А, ну понятно, он сидел в ногах. А еще что? А что еще? Там выше другие сидят. Ногами я развлекалась. Ты не мог выше подняться. Понятно. Хорошо. А что тебе нравилось в ее характере? Что отзывалось тебе твоей родной чистотой? Бесовской? Там много разных вещей. Не слушает она никого. Не слышит. Не слышит. Как зайдет что-то в голову, так и будет повторять одну и то же. И переубедишь. Понятно. Я полагаю, тебе это очень нравится, такая черта. А еще что-нибудь назовешь? Какую-нибудь черту? Я полагаю, споры, конечно, бессмысленные. Скажи мне, бес, это не надменность случайно? Там нет такой чистоты? Если человек игнорирует чужое, так это страхом все мотивировано. А где причина этого страха? Ты мог бы ее как-то назвать? Как ты ее видишь? Я полагаю, она глубоко в ней закопана. Но ты можешь знать. Боится остаться одна. А чем связан этот страх ее, боязнь остаться одной? Вообще одной, в смысле не в комнате, а на земле, да? Боится быть брошенной. Так кто же ее бросает? Она среди людей живет. Все за ней. И дочка помогает, все ей помогают. Может, это эгоизм? Объясни мне. Я хочу докопаться до источника. Тут я тебе не помощник. Понятно, это гипнология. Я около трех лет сижу так, что не копался в ее. Не-не-не, конечно. Понятно. Ты кто это снял все? Низи, кто это снял все. Хорошо, бес, скажи. А до тебя еще сидел кто-то там внутри, да? Видел чьи-то следы, когда зашел? Три года назад. Было соединение. Хорошо, бес. Давай, я прошу тебя выйти сейчас, снять все, что ты оставил в ее геополе. И не возвращайся в клетку, а доложи мне сразу о готовности, о том, что ты все снял. Я тебе разрешу забрать эту лярву. Приступай. Он разматывает ноги выше колена и ниже. Снимает челки красные. Тоже выше колена. На руках веревки накинуты. Готово. Хорошо, бес, я разрешаю тебе забрать все лярвы. Вера, где находится лярва? Посмотри, пожалуйста. Ступни ног. На шее. Но не сама шея, а область плечей, грудь. Я вижу. Вокруг шеи. Да. И сердце. Какого цвета на сердце? Черные везде. Все черные. Это все больше 10 лет. Человек должен был испытывать боли в этих местах. Арашу. Это лярвы, которые ей сгенерированы. Отлично. Мы их убрали. Бес говорит, не обязательно 10 лет. Можно и так наволноваться, что получим хорошую жирную лярву. Вот так даже. Мы просто не встречали, которые быстро в себе так накапливают пока. Поэтому, возможно, ты прав. Хорошо. Ты все забрал лярвы, да? Да. Доволен? Хорошо. Хорошо. Становись в клетку, и мы будем работать дальше. Я прошу сейчас выйти. Энзик, кто это все забрал у нас тоже, да? Да. Дракон. Красный дракон остался. Я прошу красного дракона выйти, вытащить его платы. Приступай, дракон. Дракон, как ты воздействовал? У тебя платы где стояли? Третий глаз? Или где-то в другом месте? Сердце. Сердце. Так это от тебя эта лярва идет, или она была до тебя? Не понял вопрос, что значит от меня идет лярва. Это ее переживание. Понятно. Твоя конструкция стояла в сердечной чакре. Она воздействовала на то, что эта лярва появилась. Или это ей собственно сгенерировано без твоего воздействия. Я уже рассказала, как я воздействовала. Я понял. Я собирал энергию, которая шла волнами от других людей тоже. Она и сейчас влияет на других людей, манипулирует. Внимание привлекает. Я все собираю. И этим всем людям они теряют тогда свою энергию, получается, да? Которые с ней общаются. Отдают энергию, теряют. Она сама не понимает этого. И она ничего с этого не имеет. А вся энергия идет к тебе, правильно? Да. Хорошо. Хороший план. Вы слышите это, Оксана? Она не понимает, что он говорит. Не понимает. Хорошо. Она говорит, я никого не заставляю. Понятно. Дракон снялся. Вы никого не заставляете. Безусловно. И ни на кого не влияете. И ни на кого не манипулируете. Правильно понимаю вас, Оксана? Дети меня любят и сами все делают. А, вот как. Хорошо. Удобная позиция. Хорошо. Так, у нас все забрали все, да? Да. Я даю команду. На рассинхронизацию Оксаны с энергией гуманоида заканчивается автоматически. У меня бурлят эмоции внутри. Разные. Готово. Хорошо. Так, я даю команду. На счет три. Включая внутренний белый свет Оксаны. Один, два, три. И все чужеродное, все чужеродные энергии на частоте гуманоида, его конструкции, без санзиктоида, красного дракона, начинает выходить. Один, два, три. Выдавливает она это своей энергией. И формируется шар перед ней из этих энергий. Пошел процесс. Она старается, но у нее не получается. Я подхожу к ней и даю ей столько энергии, что это все выходит. Один, два, три. Пошел процесс. Небольшой шар. Открывается под ним портал галактической ядро. Этот шар уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. И на счет три. Помогаю. Подаю энергию Оксане. И делаем импульс высокоэбберационного шока удара. И сжигаем все каналы к интерферентам и к этой конструкции. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы. Готово. Открывается портал галактической ядро. Эти каналы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю. Да, есть. И я даю команду. На счет три начинается контрольная проверка. Сканер проводит контрольную проверку. Чисто. Хорошо. Все, все. Вытащили. Буду отпускать. Бес, ты готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Биоса. Один, два, три. Бес забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою частоту. Закрывая, опечатывая, растворяя. Ставу огненный пентаграмм. Готово. Хорошо. Инзик, кто готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Инзиктоида. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, опечатывая, растворяя. Есть. Красный дракон. Я хочу получить слово красного дракона, что он больше не войдет в это биополе. Дает слово. Благодарю. Готово уходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. И красный дракон забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю тебя. Я приветствую тебя, Ли. У меня нет полной уверенности, что гуманоид находится здесь незаконно. Но все равно, посмотри, пожалуйста, его с Нибиру конструкция 12 лет. Она говорит, что его заберут. Хорошо. Конструкцию уничтожит. И под конструкцией открывается портал в галактическое ядро. И она уходит на переработку чистой первичной энергии, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Они открыли дверь, он кричит, что я ни в чем не виноват. Ну, расскажешь, в суде. Да, они говорят, что разберемся, все не виноват. Уйдешь туда, откуда пришел. Все верно. Готово. Отлично. Хорошо. Включаем высокоаббрационные фиолетовые лучи. Они вытесняют за пределы комнаты все негативное и патогенное, что осталось от интерферентов. Оставляем их включенным. Поехали по частотам. Переходим на чистоту неупокойной и бесплотной души. Переходим на чистоту негативной эгрегоры, мешающей жизни, судьбе и здоровью физическому и энергетическому. Много эгрегоров. Она готова расстаться с этими эгрегорами. Пусть посмотрит их и даст нам команду. Готова со всеми расстаться. Отлично. Подхожу к Оксане. Помогая ей своей энергией сделать на счет 3. Импульс высокоаббрационного шока удара и отсечь все негативно воздействующие на их жизнь, здоровье, биополе и эгрегоры. Один, два, три. Мощный удар. Отсекает эгрегоры. Отлетают. Мощный удар ты сделал через нее. Эгрегоры отсеклись. Она тебя благодарит. Так я же плохой. У меня же крылья черные. Оксана, то вы перепутали. Открывается портал в галактической дроиде. Эгрегоры уходят на переработку в чистый первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Переходим на чистоту лярв. Выходит фантом лярв. Зависает в воздухе. Она говорит, я не сказала, что ты плохой или хороший. Я сказала, что не хотелось бы уходить. Я здесь для того, чтобы вы жили долго, а не для того, чтобы вы куда-то уходили. Выходят лярвы. Фантом лярв зависает в воздухе. Готово. Отлично. Открывается портал в галактической дроне. Уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Что-то, говорит, со мной происходит. Вы очищаетесь от темных энергий. Ну, давай, милок. Поехали дальше. Поехали дальше. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Оксана должна взять ответственность за свыжение в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать. Она говорит, да я готова, готова. Ты не обижайся. Я просто не думала, что ангелов здесь увижу. Немножко шокировало меня это сначала. Без проблем. Работаем дальше. Хорошо. Я говорю слух, а тонкая копия Оксаны повторяет за мной. У нее есть, вернее, были договоры. Один из них Джином был. Вот как. Хорошо. Активные подсвечиваются. Есть активные? Активных нет. Хорошо. Она готова с ними расстаться и аннулировать? Аннулирую всех. Пусть повторяет за мной. Ну, знаешь, к ней как прозрачный ветер фантомный такой вернулся. Отлично. Открываем воронку в галактическое ядро. Производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Закрывай, опечатывай, растворяй. Вернулась к ней. Память, видимо, генетическая какая-то. Сработанных контрактов, законченных, что дает ей силу и знания. Вынесенный опыт. Хорошо. Про который она не задумывалась раньше. Она это осознает? Пока нет. Хорошо. Манифест. Это очень важно. Но принимает. Отлично. Манифест. Это очень важный текст, Оксана. Вы должны вдумываться каждое слово и повторять за мной. Вы готовы? Сердечная чакра забита у нее, была сильная. Забита была, да? Энергии пробили ее сейчас. Пробки вылетели? Остальные работают? Ну вот нижние прошли, они сразу. Сердечная очень плохо шла. Сейчас пробили ее. Виолетовая вообще закупорена. Космическое поступление. Космическая энергия закупорена. И я даю команду на счет три. Все пробки вылетают. Со всех чакр, если таковые есть. Один, два, три. Пошла энергия. Горло, вишутка голубая. Она не получала достаточной энергии. От сердца и выше. Физическим уровнем жила. И то там было кому. Отсысать. Веселиться, да, все верно. Чтобы полноценно работать, надо, чтобы все чакры у человека работали. Закончился процесс. Она говорит, ой, сколько энергии, аж голова закружилась, закончился. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. На счет три. Вибрации ты не дал пока. Я дал вибрации вверх 18 Гц. Энергии только шли. И поднимаем ее частоту вибрации до 18 Гц. Пошел подъем. Но не успевает за тобой. Я буду помедленнее. Пошел подъем до 18 Гц. Она все чувствует, и это все новое. У нее энергии потрясывает. Как волнительные такие они. Волнами идут. Вибрации. Но здесь она, конечно, наслаждается уже готова. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. И на счет три. Запускаем процесс активации. Она говорит так, как приятно. Я чувствую себя наполненной такой. Цельной. Готово. Создаем защитную оболочку. Хорошо. Пусть тонкая копия Оксаны вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 720. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Оксаны до числового значения 720 Гц. Пошел подъем. Это радость, беспечность, беззаботность. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Готово. Хорошо. Я даю команду скэннеру на счет три. Скэннер включает ее ноги. Все проблемные зоны подсвечиваются красным цветом. Ты видишь их четко и ясно. Один, два, три. Скэннер начинает работу. У нее сейчас ничего не подсвечивается, потому что у нее энергии распределились как семь тел полностью вокруг ног. Отлично. Хорошо. Значит, нет ничего, да? И эти энергии, они излечают ее сейчас, когда в гармонии они. Если она и гармонизирует, то эти энергии, они все обхватывают ее тело. Хорошо. Давай дадим ей еще поток энергии. Хорошо. Оксана, мы закончили свою работу. Как вы себя чувствуете? Подожди. Ей нужна жизненная искра внутри. Разжечь ее надо. Хорошо. Локализируем жизненную энергию в ее биополе, эту частицу. Один, два, три. Она проявляется. Она как очень тонкий стержень внутри нее. И, Оксана, вы должны сейчас помочь своим намерением разжечь эту искру. И сделать из нее огромное пламя. Вы готовы это сделать? Он говорит, да как же я могу это сделать? Ты можешь ждать ее жизнь. Он такой струйкой пошел. Он белый, светя в письме. Соединился с ее стержнем. И этот стержень начал вибрировать во все стороны. В руки, в ноги, в голову. Расходится везде. И светится внутри. Готово. Синхронизируется энергия и вибрация. Гармонизируется. Распределяется. Усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Оксана, мы закончили. Теперь как вы себя чувствуете? Великолепно чувствую. Вот бы на земле так чувствовать. Будете чувствовать. Мы передадим эти все энергии на физический план. Будем сейчас возвращать вас назад, ваш биоробот, и синхронизировать вас. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Оксаны в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Все энергии переходят на физический план. Синхронизируется с физическим телом. Гармонизируется. Энергия распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Пошел процесс. Синхронизируется с физическим телом, как минимум два дня. Сон, покой. Хорошо, мы передадим это ее дочери. А лекарства ей тебе нужны вообще? Ей нужна еда жидкая. Жидкая еда. Хорошо, мы передадим это. Готово. Отлично. И отключайся от объекта. И поднимайся в комнате диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Я на месте.